Проблема была у нас экономическая в Беларуси. И решать ее вот этими новыми методами рыночными было чрезвычайно трудно. Ни денег, ни кредита, ни доверия к власти. Из-за того, что доверия нет, кредита получить не можем. Зима надвигается, купить газ и нефть не за что, а затратные технологии, и обогреваемся мы российской нефтью и российским газом. И надо что-то делать. И вот мы не раз обсуждали этот вопрос с премьером. Он говорит, найди удобный способ, позови Ельцина к нам на охоту, позови. Он охотник. Я не знал, ты ему охотник или нет. Вот мы ему тут покажем, мы говорим, он мужик нормальный. И я вам хочу сказать, я тоже чувствовал, что мужик он нормальный. И случай мне предоставился его позвать в Новоагарево, я его позвал. И ехали мы тут с одной целью решить наши экономические вопросы. Наши попросить поставить нам больше нефти и газа. Второе. Мы были романтиками, политиками романтиками. Это вообще никудышное понятие. И кроме того, мы, в общем-то, ну простите, были очень приличными людьми. Мы решили так, если он нам подбросит нефть и газ за счет Украины, мы же сами себя должны считать сволочами. Понимаете? Потому что мы обидим дружественную республику рядом. Поэтому давайте открытыми картами позовем Кравчука. И решили позвать. Вот это почему мы там собрались решать экономические вопросы. Понимаете, мы, в общем-то, когда мы в тупик приходили, когда обсуждаем, то ли нам Горбачева просить, чтобы он нам всем помог. А больше делать нечего. Хотя Ельцин всенародно избранный президент. 12 июня этого же года он избран был. И тогда вдруг Бурбулес вот дает эту фразу. Она уже всем известна, что это его фраза. Она не претерпела никакого изменения ни в каком соглашении. Что СССР, как геополитическая реальность и субъект международного права, прекращает свое существование. Может, подпишем такую фразу? Я его с удовольствием подпишу. Мы попросили за ночь составить это соглашение о том, что мы фактически создаем новую структуру по-настоящему связанных республик, но независимых, полностью независимых. В результате там было составлено это соглашение. И вы знаете, экспертами у нас были, вот подумайте, какие лица. Я возьму российские лица. Гайдар. Представляете, Гайдар был на посылках. Козырев, министр иностранных дел, был тоже на посылках. Понимаете? И вот я недавно встретился с Козыревом, он живет сейчас в Соединенных Штатах. И мы вспомнили, да, все детально. Там многое на коленях у Гайдара было написано, когда мы правили. И второй принцип, который мы внедрили, это консенсус. Мы доводили каждую статью до такого состояния, чтобы вся шестерка, а мы шестером за нее голосовали, чтобы все проголосовали. Поэтому много раз это ходило туда, обратно к экспертам, к нам. И четыре часа мы работали над тем, чтобы довести до ума, так сказать, пригладить вот это соглашение. Оно ничего не было привезено, ничего не было сделано. Я думаю, больше всего было привезено в голове Гайдара. Это у меня такое впечатление общее. И хочу вам сказать, что чем я горжусь, что когда оценивают это соглашение дипломаты-профессионалы, мне больше всего понравилась фраза шведского дипломата. Шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия. Вот так названо Беловежское соглашение. Среди легенд о Беловежских соглашениях и о встрече в Вискулях есть еще одна, что сначала сообщили о том, что произошло американскому президенту, а потом только Михаилу Горбачеву. Как было на самом деле? Понимаете, в шутку. Кравчук и Ельцин сказали мне, ты лучше всех дружишь с Горбачевым, вот звони ему, объясни, что мы хотим сделать. А я тогда говорю Борису Николаевичу, Борису Николаевичу, а вот, хотя я ни о чем не говорил с Кравчуком, вот мы с Кравчуком вдвоем решили, что вы лучше всех дружите с Бушем, и вы звоните ему. Ну, давайте по порядку, я пошел звонить. Я пошел звонить. Я по спецсвязи, по которой я выхожу прямо, вот мой телефон, я на стол Горбачева выхожу, поднимает трубку кто-то из его помощников. И, понимаете, начинаются вопросы вот такие, какие меня просто бесят, взгляд, но я соблюдаю, значит, кто я такой, откуда я звоню. Ну, в общем, мне нужно было сначала доказать, что я не верблюд. Потом, значит, с большим трудом взял трубку Горбачев. И я ему изложил суть, все изложил. Довольно долго излагал суть. В это время по обыкновенной примитивной связи Козырев, я говорю, я тогда не знал, что он звонил своему другу сначала, он позвонил в Белый дом своему знакомому. Тот позвонил, значит, сидящему у входа в овальный зал. Тот соединил, значит, с президентом. Это произошло все мгновенно. И когда я уже долго-долго говорил с Горбачевым, в это время заговорил Буш, переводимый Козыревым с Ельциным. И Горбачев, поскольку у меня читал длинную мораль, и в конце концов сказал, а вы знаете, вот как будто вот так вот, вы такая шваль, а вы знаете, что об этом подумает международная общественность? А я уже здесь, уже услышал, что Буш... Я ему говорю, вот вы знаете, Ельцин звонит Бушу, и тот это очень тепло воспринимает. После этого была не моя сцена. С той поры Горбачев, который с первого дня нашего знакомства обращался ко мне только на ты, обращается ко мне только на вы.